Продолжение следует... Сегодня у меня в гостях Елена Маркина, стилистол на красоты Персона Краснодар. И поговорим мы сегодня о том, можно ли красить волосы в домашних условиях. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Так как же правильно покраситься в домашних условиях? И вообще можно ли это делать? Это можно делать, если это безопасный полуперманентный краситель. Желательно вообще, чтобы он был профессиональный, чтобы вас не обманули, написав, что это какой-нибудь безаммиачный краситель, а в нём просто заменили аммиак на его похожий компонент. Если это безопасно, типа тон в тон, либо темнее чуть, то в принципе можно это делать, если, допустим, у вас нет больше времени посещать салон, то если это безопасное, тонирование интенсивное, то в принципе почему бы и нет. Это наносится на влажные волосы, распределяется как шампунь и прочесывается, то есть без каких-то, даже если вы что-то не прокрасите, оно вымоется без последствий, то есть от одного раза ничего в принципе не будет. Так вот, расскажу вам, как правильно покраситься дома, действительно, что можно сделать безопасно, в принципе, и справится любой, я так думаю. Мы берём краситель, он должен быть безаммиачный и полуперманентный, работать он должен на низком проценте окислителя, то есть смешиваемый, когда должно быть написано от полутора процентов до трёх, никак не выше. Мы делим голову на четыре равные части, мы можем наносить на влажные или на сухие волосы этот краситель, и небольшими проборами наносим уже, можем вспенить прямо на голове на влажные, можем нанести по проборам, в принципе, чтобы они были от двух сантиметров, да, каким-то образом норовиться, и, в принципе, нанести этот краситель, выдержать 25 минут, сэмульгировать, смыть, и, в принципе, вот вам и домашнее окрашивание. Не забываем одевать перчатки и выдерживать тайминг на волосах верный, тот, который указан на пачке. Ни в коем случае нельзя превышать его, как вот некоторые даже дома красятся, думаю, то, что подержу побольше, да, прокрасится получше. Нет, у красителя есть химические свойства, когда он максимально активен, и пигмент остаётся в волосе, правильный процент пигмента и так далее. То есть происходит правильное раскрытие, закрытие волоса и насыщение его пигментом. В другом случае, ну, то есть вы, если переходите даже с тёмным цветом, вы можете стать светлее, потому что окислитель, там, на котором вы красили, там, поднимет вашу базу, и получится не желаемый цвет, а, ну, грязный он обычно бывает, какой-то рыжеватый, грязноватый и так далее. Ну, рыжину часто дают краски для волос. Да, рыжина – это фон осветления волоса. У каждого волоса он свой, то есть у чёрного волоса он, допустим, красный, у светлого волоса он жёлтый, так как красных пигментов в более светлых волосах уже не осталось. Обязательно вот выдерживаем тайминг, смываем. Перед смытием рекомендую всегда эмульгировать прямо на волосах, в перчатках на 1-2 минуты мы вспениваем краситель прямо на голове и смываем его. Смываем до прозрачной воды, далее наносим шампунь для окрашенных волос, либо бессульфатный кондиционер. Бальзамы также рекомендую использовать для окрашенных волос, так как они способствуют стойкости цвета и защите именно окрашенных волос. А какие ошибки при окрашивании допускают те, кто решил воспользоваться краской для самостоятельного применения? Я замечала, что происходит, зачастую наносят даже красители. В принципе, люди, кто красится дома, они как нанесут на всю голову краситель, выждут его и смоют его. Но наносить, допустим, нужно обязательно учитывать то, что наносить так можно краситель, как я вот рассказала, только без аммиачный и нестойкий. То есть он в течение месяца вымоется с волос, то есть без вреда, без каких-то грубых последствий. Но если человек, который красится аммиачным красителем, точно так же коробочку покупает в супермаркете, лёд домой красит, и он красит её по всей голове, то вы замечали, у шатенок такое, вроде бы она коричневая от корней, а от конца чёмные. Это происходит из-за накопления цвета, именно за счёт того, что она каждый раз прокрашивала всю длину, даже одним и тем же цветом в течение многих лет. И у неё уже не то чтобы тёмный там этот цвет на концах, а длина там коричневая, да, желаемая. А его даже уже, ну, высоковероятность того, что он даже уже не вымоется. То есть пигменты в перманентных красителях, которые находятся в супермаркете на полочке, они практически не поддаются, они оседают в глубоких слоях волоса и не поддаются уже. То есть зачастую его даже достать оттуда невозможно. Ну, то есть этот волос, если вы захотите сменить цвет, да, концов, то его только, ну, состригать. И вот здесь сразу у меня тоже такой вопрос интересный. Как действовать и что не стоит делать, если при колорировании волос дома получился не тот оттенок, который необходим? Такое же бывает? Ну, даже это не вопрос, такое бывает. Что делать? Куда бежать? Слишком обширный вопрос. Может быть, что угодно. Я даже боюсь представить. Бывает так. В случае даже просто приходит, что нам приходится собирать комиссию из 20 парикмахеров и технологов и обсуждать, как же избавиться от этого зелёного цвета на голове. И никто не знает ответ, потому что тоника, которая покрасилась, содержит тяжёлые металлы, которые осели в этом волосе и которые можно достать только функцией глубокой очистки волос. Это то есть моется специальным глубокоочищающим шампунем. То есть этот порой пигмент, который получился неожиданно, он зачастую внезапный и зачастую от него нестандартные способы избавления. Очень разные. И это технический в любом случае процесс. И в домашних условиях ничего не сделаешь. Это только идти к парикмахеру, чтобы вы не усугубили, вернее, ситуацию. И чтобы парикмахер уже мастер попытался что-то исправить. Потому что даже не все случаи можно исправить. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Всё, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ. Настя, привет! Я часто крашу волосы и знаю, что мне нужен специальный шампунь для защиты цвета. Сейчас я хочу попробовать азиатский уход. Найдется ли средство для меня? Привет! Конечно, найдется. Говорят, что азиатские средства редко подходят тем, кто красит волосы. В некотором смысле это правда, так как кореянки и японки красят волосы гораздо реже, чем европейки. Но мода на яркое окрашивание повышает спрос на подобные средства. Поэтому на азиатском рынке можно найти всё больше продуктов, подходящих для окрашенных волос. Кстати, они нередко превосходят европейские и американские бренды по составу. Если ты в поисках качественного ухода азиатского средства, обрати внимание на корейский бренд Керасис. В составе их шампуней и бальзамов восстанавливающие и питающие компоненты. Например, натуральный кератин и протеин из семян тропического дерева маринги. Керасис – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, Керасис эффективно восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всём мире, которые доверяют уход за своими волосами. Именно Керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдёт именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Как ухаживать за волосами, кстати, после домашнего окрашивания? После домашнего окрашивания можно и нужно ухаживать так же, как после салонного. Это бессульфатные шампуни, бальзам и кондиционеры для окрашенных волос. Если это блонд, то, естественно, можно добавить ещё восстановление. Просто имейте в виду, что восстановление не всегда хорошо, потому что оно съедает цвет. То есть маска достаточно глубоко проникает в волос, чтобы пропитать его, и вытесняет искусственный пигмент. Поэтому, если вы замечали, после глубоко восстанавливающих масок обычно такой цвет подмывает как будто. Вот это именно из-за проникновения. А как продлить тогда стойкость окрашивания? Вот продлевается? Да, можно, конечно же. Основной фактор – это бессульфатные шампуни, бальзамы и маски для окрашенных волос. То есть ничего не нужно изобретать каких-то новых, просто для окрашенных. Вы тем самым продлите жизнь цвету своему. Какие ошибки, выходя за окрашенными волосами, совершают большинство всё-таки девушек? Ну, начнём с того, что вот бытовой краситель, да, во-первых, допустим, написано на нём даже, краска для волос без аммиака. Да? Да, да, конечно. Они существуют двух видов. Ну, как вообще этот маркетинговый ход работает? Чем они отличаются, да, от профессиональных, которые, мы говорим, нужно тонироваться, которые полуперманентные, которые мягко ухаживают за волосами? А есть те, которые перманентные. То есть они заменили аммиак на этаноамин, что, по сути, одно и то же. То есть оно не пахнет аммиаком, но свойства у него и разрушение до волоса одинаковые. То есть они просто убрали запах. Это как бы плюс для аллергиков, если у кого-то аллергия конкретно на аммиак, то да, это плюс. Но в основном это одно и то же. И было бы хорошо, что если бы этот заменитель был не хуже аммиака. Потому что порой он хуже, порой он мягче. Порой делают просто меньшее количество аммиака. Так и называется низкоаммиачный краситель. Но нужно понимать, что для дома можно использовать только полуперманентный. Только безаммиачный полуперманентный краситель. То есть тот, который не сможет кардинально оставить след на ваших волосах. В любом случае, так как невозможно. Идеально, вот я парикмахер, работаю больше 12 лет. И невозможно себя покрасить или подстричь хорошо самому мастеру. Это да, это да. То есть я могу за крутими глазами кого-то покрасить, но себя не могу. Потому что я не вижу свою голову, я не вижу свой затылок. Поэтому какие-то колоссальные изменения в любом случае лучше не стоят. Хочу затронуть очень важную тему в этом выпуске. Это тема седых волос. Сейчас она становится прям трендом. Потому что она сейчас не просто благородная, а вот очень модная. Примеров много. Актрисы, певицы. Все как на подбор не закрашивают свою седину. Вот почему такой ажиотаж? Как вы считаете? Или просто надоело подкрашивать корни девушкам? Почему? Почему это стало модно? Да, седина действительно входит в моду. Я считаю, что это нормально. Сейчас весь мир стремится к натуральности, естественности, экологичности. Даже если посмотреть на современные техники сложных окрашиваний, станет заметно, что многие из них больше напоминают выгоревшие от солнца волосы, нежели какое-то креативное окрашивание. Также очень актуальны техники для камуфлирования седины. Ну, то есть сейчас даже научились делать не то, чтобы не краситься, а ходить седой, а делать так, чтобы эта седина красиво выглядела. И вам не приходилось краситься. Закрашивать седину – это, в принципе, такое дело. Это, то есть, особенно если вы ходите темной, и у вас там стопроцентная седина. То есть у вас всегда белая дорожка такая на корнях, и вы ее постоянно закрашиваете. Ну, то есть, естественно, это рано или поздно надоедает. А так, во-первых, это красиво, это удобно, это… Это модно, в конце концов. Это модно, да, это модно. А в какой момент, вот вы сейчас как раз немножко затронули, после появления тех самых первых седых волос стоит начинать окрашивать? Тут все-таки по желанию, да? Кому-то же нравится эта самая прятка седых волос? Да, кому-то нравится прятка седых волос. Ну, вот просто стоит ли окрашивать полностью волосы или только вот эту определенную зону? Нет, это не так делается. Смотрите, если вы, да, ходите некрашенно, и у вас начала проявляться седина, вы начинаете… Ну, вот когда она у вас, вас уже начинает напрягать, допустим, и вы, ну, не нравится вам, как выглядит, ну, не нравится вам в этом, это тоже нормально. То есть вы можете начать просто с тонирования кислыми красителями, которые не повлияют на цвет ваших волос. То есть вы можете менять оттенки. Эта седина, она не будет закрашена плотно, она будет закамуфлирована. То есть она будет видна на ваших волосах, но за счет придания оттенка им и вашим волосам оно будет как-то более ухоженно выглядеть. И тем более вы сможете контролировать оттенок ваших волос. И после такого окрашивания волос выглядит блестящим, лощеным, эластичным, что облегчает укладку и вообще жизнь с ним. Это окрашивание, оно ни к чему не обязывает. То есть у вас нету отросших корней. Этот краситель, вот это то, что как раз-таки можно делать дома. Этот краситель легко вымывается, он кислый, он никак не влияет на волос. И можно либо затемнить, либо поменять оттенок. И то есть волосам от него только хорошо. Ну, это такой, как уход с окрашиванием, но которое действительно не портит волос и не несет последствий. Это кислое окрашивание. Ну, то есть тонирование на кислом красителе. Второй вариант – это техники сложных окрашиваний, когда, да, седины много. Техники сложных окрашиваний, когда вы можете визуально казаться блондинкой, но с переходом вот в седые корни. Это, ну, делается техниками такими, как AirTouch. То есть вы… Плюс в чем? В том, что вы не красите корни. Они у вас седые, да, они у вас свои. И вам добавляют немножечко еще белого. И они за счет этого, вы как будто наполовину натуральная блондинка. Во-вторых, второй плюс – это делается редко, то есть раз в 3-6 месяцев вам прокрашивают, добавляют вот это напыление, этот градиент. То есть длина у вас наполовину белая становится, и градиент мягкий от корней растушенный, осветленный в перемешку с седым, со своим цветом. Это удобно, комфортно и, в принципе, не требует постоянных каких-то вмешательств. То есть у вас не будет момента, когда вот все, срочно мне надо краситься. Ну, конечно же, от количества белого зависит, но, в принципе, раз от 3 месяцев до раз в полгода от количества седины зависит, от количества белого цвета и желаемого оттенка, да, так скажем. Потому что можно сделать, в принципе, любой цвет, но в основном это такие мягкие, естественные, натуральные тона, то есть под естественный блонд, либо под русый. Ну, то есть то, зачем легко ухаживать, ни к чему не обязывающие. То есть не пепельные оттенки. Можно, конечно же, и пепельные сделать, но нужно учитывать то, что пепельные надо тонировать. Это либо шампуни тонирующие, либо бальзамы, либо тонирование салонное, либо домашнее. Но в любом случае пепельный цвет – это искусственный пигмент, он в любом случае вымывается. То есть натуральный пепел – это только седина, полная стопроцентная, и то она зачастую желтит. Елена, вот вы тоже сейчас немножечко заговорили о тонировании. Вот поможет оно изменить структуру седого волоса? Как это вообще структура? Различается? Да, седой волос зачастую отличается от натурального. Он становится более стекловидный, либо действительно может начать виться. И вообще, в принципе, с возрастом структура волос и цвет и оттенок всё время меняются. Вот вы заметили, вы там родились блондинкой, более беленький, вырос и стал волос более упругий, толстый, поменял оттенок, потемнел, порыжил. То есть в более зрелом возрасте он обычно утоншается, начинает выпадать. Ну то есть седина направляется более толсто. Да, это естественные физиологические такие процессы. И изменить структуру, ну вы должны понимать, что меняя структуру, вы влазите в естественный процесс, и изменив её, лучшие качества её не станет. У этих красителей, да, у них в том и плюс, что они не влияют. Они питают, напитывают волос, но изменить структуру – это скорее плохо, чем хорошо. То есть волос нельзя сделать лучше, чем он у вас есть естественный. Вы его можете там напитать, но вы его также можете и разрушить, может поменять текстуру волос. Именно, ну вот, допустим, осветление. То есть осветление меняет текстуру волоса, он становится более пористый и тусклый, это естественный процесс. А это мы нейтрализуем уже тонированием. То есть вот таким образом, в принципе, можно. Но специально сделать его мягким, как будто он был ваш родной, вот как он был лет пять назад. Но вы же не можете вернуть себе волос, который у вас был в детстве. А вот с приходом весны многие девушки хотят перекраситься в блонд. Вот дайте несколько советов, чтобы переход на светлую сторону прошёл без потерь. Блонд – это действительно коварный цвет, который ни в коем случае не рекомендуется практиковать в домашних условиях, так как это рано или поздно, но всегда оканчивается минимум некрасивым цветом волос, максимум химическим ожогом кожи головы с потерей волос, соответственно. А блонды стоит делать только у профессионалов, я ещё раз подчеркну. Если вы хотите добавить блик в игры цвета. В общем, у нас в персоне, допустим, есть консультация. Это бесплатная услуга, она зачастую бывает в салонах красоты. То есть вы приходите, у вас мастер, вы выбираете себе тщательно, обязательно мастера, потому что каждый мастер всё равно работает в своём стиле. И подберите мастера, работы которого вам нравится. Ну, то есть, соответственно, прям лучше к этому подойти, сразу выбрать мастера, там, показать ему конкретно, какие там работы вам понравились. Можно даже его, можно не его, без разницы. То есть мастер вас поймёт, в каком стиле вам нужно, что вы хотите. Какой блонд? Это тотал блонд, который идеальный, белый? Либо же это наоборот, мягкий блонд с выгорячими волосами? Либо же это вот, как такое более классическое, как камуфлирование седины AirTouch Original. То есть вы должны обратиться, проконсультироваться, и тогда уже, то есть вам, ну, выслушать мастера, то, как за ним ухаживать, то, сколько этого делать. То есть в салонах данная услуга, это, ну, 5 часов считается нормой. Это сделать цвет блондин на длинных волосах, красивый, качественный, с которым вы будете ходить и наслаждаться им, и приходить в салон раз в полгода, да, чтобы просто его поддерживать, ухаживать за ним. Ну, это того стоит. Спасибо большое вам, Елена. Это было интересно. Спасибо, что пришли. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...